Всем привет! Сегодня решили проверить, как стреляет Фабар МСАТ-8 с насадками. Получок, усиленный цилиндр и просто защитная гайка ствола. Дистанция 50 метров, сделаем по четыре выстрела. Патрон самый обычный, рекордовская стрела, 15-го года выпуска. Первая. Меняем насадку. Меняем насадку, ну что ты хочешь. Это стрела и цилиндр. Цилиндр с напором, 1,4 чока. Так, у нас будет правая. 1,4 чока. Левая. Получок. Сейчас правая. Мишень. Погоди, наведусь. Попал хоть? Сейчас. Да, куда-то попал. На пять часов. Вправо вообще ушло. Попал один раз на пол третьего и в левый верхний уголь ничего не ушло. Цилиндр, наше всё. Обычный цилиндр. Обычный цилиндр. Надо было метров с 30 стрелять. Пяти. Стрела вообще не летит. Туфтовый боеприпас. Пострелушечный. Ну, я даже не знаю как его назвать. Пострелушечный это пуля Ли. А здесь всё-таки патрон дорогой. Да нет, он покупался за 25 рублей. Особо дорогой. Ну, покупался. Сейчас он стоит, наверное, рублей 35-40. 26 с половиной сейчас стоит. Это если брать в Краснозаводске. Я говорю про Ярославль. В Ярославле мы их никогда не покупали. Рукавицы не всегда благо. Тактические перчатки. Сейчас на левую. Хотя я буду даже видеть какую-то лететь сейчас. Когда на фоне снега. Сейчас погоди, не торопись на виду. Не стреляй. Можно? Давай. Да, видно пробоины. Прямо как это летит ДСП. Ты стрелял в левую верхнюю, да? Да. Да, да, да. Всё видно было. Ну, давай сейчас скажу тебе, как было. Давай, показывай. Первая серия, когда с цилиндром он стрелял. Сергей. Вот оно ушло. Вот. Вот это вот. Попадание на 5 часов. Это был цилиндр. Всё, в принципе, неплохо. Средняя точка где-то здесь. Да, но целился то в нижнюю мишень. Ну, неважно. Кучность нормальная. Вот. Вторая серия, вот. Это когда стрелял цилиндр с напором. Вот. Кучность хуже. Это, по-моему, тоже. Ну, это вообще ничто. Вот. И третья серия это была вот. Вот когда я камера наехал на мишень. Вот попадание. Ну, в принципе, вот это самая лучшая куча. Для стрелы это цилиндр. Создаётся. Всё остальное разбрасывает. Поскольку стрела нас совсем не порадовала. Попробуем вот эти патроны. Тех Крим. С пулей Бринеки. Оригинал. Понятно, что это не Ротвайл. Покажи патрончики поближе. На ладони. Сколько они стоят? Дорогие? Я их покупал позапрошлом году, по-моему, по 55 или по 60. Ё-моё, Пал Тимофеевич. Сейчас они стоят, наверное, вообще по 100. Честно говоря, не знаю. Давно не покупал. Но пуля Бринеки у меня хорошо идёт. Правда, я стреляю на охоте СКМ. Этих Кримом. По крайней мере, один лосик есть на их счету. Цена одного патрона, как целая пачка к СКС. Ну, тут не поспоришь. Погоди, я еду. Давай. Вправо уходим почему-то. Сейчас поглядим. Давай. Да, не вправо, а влево. Может быть и влево. Влево, влево уходит. Обычно этими патронами с упора не стреляю, стоя. Попробуем примерно так, как это делается на охоте. Верхняя, правая. Давай, жги. Пошли смотреть Пойдем Ну вот смотрим Верхнее это стоя С руки Вот это вот все? Да Блин, отличная куча Даже если приглядеться Здесь видно вырубка Вырублена Это пыжом, да, вырубает? Такие как шестеренки Вот, это с рук стрелял А это вот с упора С упора Ну тоже кучно А куда целился-то? Вот сюда Ничего себе Ну И вот еще четвертое Ну тут-то явно мишень поражена А здесь под вопросом Здесь у меня как раз сомнение в том, что Вот это тоже отпеть Что может быть Не предназначено это ружье для стрельбы с упора Сейчас еще со стрелы Попробуем стоя В нижнюю опять же Поскольку стрела показала себя При стрельбе с упора Очень нехорошо Попробуем стрелять Так же Как на охоте То есть стоя С упором в ремень Нижняя мишень Продолжение следует... Фабару у меня долго лежал в сейфе Поскольку не сезон был с ним охотиться Я после стрельбы с нарезного оружия Впервые обнаружил, что у меня оказывается Прицельные приспособления поставлены криво То есть эти два зеленых То есть иностранцы тоже косячат? Ну, мягко скажем Косячат, а то все говорят Они ровные пушки выпускают Фабар никогда не был элитным оружием Это было просто Обычно хорошее оружие для охотника Ну, может быть, для самообороны Но у нас-то он позиционируется как элитный Стоит там около 100 тысяч Да уже за 100 тысяч Ну Я-то ее покупал в 10-м году Он был за полтинник Ну что, поглядим, куда мы попадали Вот крайняя серия у нас Пуля стрела Человек стрелял без упора Как на охоте В принципе, для охотничьих целей более чем Вот еще вверху ушла в кромку листов О, нет, нет, вот Я не вижу как бы необходимости стрелять с упора И цель и так достигается То есть Что здесь в Гуаланде Что здесь стрелой Убойная зона условного животного поражена Ну и вывод, что Если у тебя есть ружье То стреляй с него тем патроном Который ты хорошо знаешь Ну-то да А стрела, к сожалению, она непредсказуема Стрела, это вообще непонятно для меня боеприпас Он раскрывается непредсказуемо Бывает прилетает боком Вот И дистанция стрельбы стрелой, уверен Это 35 метров Вот Ну, в данной ситуации хорошо она полетела Но у меня она летела плохо Из ХИС-27 Пострелушечный патрон Это пуля Ли Или шар А стрела как бы, ну не знаю Мне она вообще не нравится Мы отстреляли сегодня в Абарм Такое как бы элитное ружье сейчас считается В нашей стране Стоит больше 100 тысяч Хотя за границей оно позиционируется Как обычное прикладное оружие Для пострелух Для охоты Для самообороны Вот Результат вы видели Дистанция 50 метров Отстрел был пулей стрела И пулей бренеки То есть пуля бренеки летит лучше А стрела летит похуже Но для охотничьих целей В принципе ее хватает Учитывая, что у нас дистанция охотничьей В нашей области 40-50 метров Этого достаточно Ну опять же повторю Что если у тебя есть ружье И ты хочешь из него попадать Стреляй тем патроном Той пули, которую ты хорошо знаешь А пуля стрела, к сожалению Она всегда загадка для стрелка Куда полетит? Вправо, влево, вверх, вниз? Надеюсь мы были вам сегодня полезны За всем всем удачи И всем пока-пока Пока